В общем, к чему я ввел свою мысль, оборванную теперь, что вот те вещи, которые не реализованы человеком в определенном возрасте, ну, хорошо, давай. Давай я тебе расскажу сказку. Расскажи мне сказку. Человеческий эмбрион, когда проходит стадию формирования тела ребенка, он проходит все стадии, от головастика или даже от одноклеточной через амеб, там, головастиков, земноводных и млекопитающих, и в результате возникает плод человека. В этот момент мозг не формируется. Мало того, формируется только одна его часть, немножко, одна половинка, чтобы было понятно, череп настолько мягкий, как яичная скорлупа, и формируется только та часть мозга, которая заведует чувствами, ну, ощущениями, зрением, слухом, вкусом, тактильными, ну, то есть только... То есть каналы восприятия. Совершенно, да, самый примитивный набор восприятия. И когда ребенок рождается, у него даже половинки черепа сдвигаются так, чтобы можно было пройти через узкое... Ну, понятно. Да. Иначе он матери все порвет. Потому что голова... Ребенок рождается цифалоподом, грубо говоря. Ну, не цифалоподом, но голова больше, чем любой другой орган. Да. Самый крупный орган. И он формироваться, он начинает, грубо говоря, там, через две недели. Первое время это растение вообще, даже не животное. А вот формирование психики проходит все стадии, от насекомого до человека, минуя, проходя и агрессивность крупных животных. И, ну, то есть... В какой период это все проходит? Все дело в том, что, я думаю, что до полного формирования личности. То есть у некоторых это до 7 лет, у некоторых до 11. Если позже 11, то это уже задержка в развитии, и она видна даже на физиологическом уровне. А так, скорее всего, это до 6-7 лет, когда ребенок начинает говорить «я». И он настаивает на своих желаниях. Но пройдя все эти стадии, в неосознанном смысле мозг сформировался. В нем все это есть, все эти слои. И агрессивный в том числе. То есть по норме мы млекопитающие. Мы не хищники, как бы. Но если внимательно присмотреться, то хищного у нас много. И захват территории, борьба за самку. Все это есть. И это невозможно без агрессии. Ну, а дальше всего лишь вопрос, как это, приоритетов. Будет ли эта агрессия направлена наружу, или будет эта агрессия направлена вовнутрь. То есть человек, одни люди, в первую очередь кидаются нападать на остальных, другие саморефлексируют, нападают на себя. Это я не такой. Вот. Но это тоже, мне кажется, вопрос просто полушарного развития. У кого развито больше левое, у кого правое полушарие. Ну, как даже не столько развитое, сколько, какое более реактивное, какое быстрее включается. Хорошо. Вот. А, да, и говоря о том, что можно ли привести человека к шизофрении, можно. Нужно ли это? Да нет. Если у человека стоит такая задача, у гипнотизера, или у шамана, или у того участника, который пришел, то он получит все свои результаты согласно всем своим целям. Только и всего. То есть зачем человек идет? Если он идет с паническим ужасом перед предстоящим приключением, то его там поджидают ужасные вещи. И все. Ну, вот пример. Когда ты идешь в лес со страхом волков, кабанов, змей, насекомых. Ну, ты там всех их повстречаешь, безусловно. Вот пример. Вот этот миф долгоиграющий, ужасный, о том, что волки нападают на людей. Их они пожирают просто, там, разрывают на части. Чухня полная. Ну, я еще в детстве встретил волка. Ну, что, да, ему интересно, что там ходит. Но я не его пища. Они питаются мелкими грызунами, и когда получится стаи зимой в голодный год напасть на корову, отбившуюся от стада. Да, ну, зато на них списывал человек, всегда списывал украденное, проебанное. Просто собственную халатность. А примеров не из числа. Волки воспитывают детенышей человека. Маугли – это же не сказка, это правда. Вот сейчас вот вышел документальный фильм «Моя жизнь с волками». Там тетечка с дядечкой полтора года жили исключительно в стае волчьей. Я буквально не так давно читал статью, по-моему, даже где-то видеоматериалы с интервью ГИБИРТА, по-моему, на Кавказе. По-моему, на Кавказе кто-то из научных работников, которые изучают флор-хаун, он провел там, по-моему, даже года полтора или два волчьей стаи. То есть волчьи, он начал свое обитание в области, где живут волки, стаи волков. Волки его признали, он с ними охотился, он с ними жил. То есть он и проводил такое исследование. Ну вот Джек Лондон даже написал отдельно большую статью в каком-то там журнале или в газете, в которой убедительно опровергал все свои книжки. О том, что за то время, которое существовало золотая лихорадка на Аляске, не было зарегистрировано не только ни одного нападения волка на человека, но даже не было зарегистрировано ни одного нападения волка на собаку. Собака для волка намного опаснее, чем человек. И смысл ему рисковать жизнью, здоровьем или просто хорошим местом обитания ради чего? Ради вот этой собаки. Хорошо, но не ушли опять куда-то? Нет, я имею в виду, что мир устроен пресуппозиционно. То есть мы одеваем всякий раз, когда мы что-то предпринимаем, мы одеваем какие-то очки розовые, или фиолетовые, или зеленые, волшебник изумрудного города, или черные, или даже очки, которым все отзеркалено и в негативе. И мы с этим фильтром и идем взаимодействовать с ужасами окружающей действительности. И вот если цель стоит явно, и человек ее осознает, это хорошо, это полбеды. Но за каждой явной целью стоят неявные цели, которые ему могут быть непонятны, непостижимы или просто недоступны. Ну и все. Если взять на себя труд, поставить перед собой цель, доказать, что гипноз вреден, то, конечно, ты получишь все феномены вредные, вплоть до прыщей. Или на оба. Ну да, все же зависит от того, какая цель у тебя стоит. Ну и раз это взаимодействие двух людей, гипнотизера и гипнотизируемого, то нельзя не учитывать и цели гипнотизера. Если у него заведомо цель привести к какому-то состоянию, то профессионал приведет к этому состоянию. Другое дело, насколько оно будет долговременным и амплитуда какая у него будет. То есть человек все равно, ну мы же не воздействуем друг на друга при помощи кувалды, там, бейсбольной биты. И по большому счету, ну, классный способ довести человека до шизофрении, там, как-то при помощи гипноза. Да, есть масса гораздо более простых способов. Телевидение, радиовещание, школа. Вот я тебе серьезно рекомендую почитать Грегори Бейтсона, «Экология разума». Он же пытался даже защитить, там, докторскую или что-то в этом духе, о генезисе шизофрении на базе неконгруэнтности. Когда ребенку или любому, даже взрослому человеку, посылается одновременно два взаимопротиворечивых сигнала, и человек не может, он стоит, ну, и человек находится в условиях невозможности правильно среагировать. Ну, например, ты подчиненный. Или, например, ты ребенок. Вот. И генезис шизофрении заключается в поведении окружения. То есть это не игры ума, то есть ребенок там сидел-сидел в комнате и вдруг стал шизофреником. Нет. Это мама, папа, старшие братья, сестры, дедушки, бабушки. Это они приводят к несовместимым между собой пресуппозициям, и человеку приходится все время находиться в двух, как бы, состояниях. Одно состояние понимания, но неприятия, другое состояние непонимания, но приятия. Ну да, то есть мне это неприятно, я это вытесняю. Но мне внешний мир не дает это вытеснить. И будь здоров, психическое расстройство. И он приводит массу примеров, в которых реально пациентам можно пичкать лекарствами, электрошоком долбать. и даже трепанацию делать, и ничего, ничего не происходит. Достаточно начать взаимодействовать с его окружением, и все. Ну, например, давний, долгий пример. Бесполезно бороться с алкоголизмом, с наркоманией, с любыми зависимостями. Ты не изменишь окружение. Конечно. Простейший способ – это изоляция. Ну, ты же не можешь вечно изолировать человека. Ну, вернее, можешь, но смысла тогда в этом нет. А если изменять окружение, то изменится и отношение к зависимостям. По сути считается, что львиная доля алкоголизма – это беда всех, кто окружает этого человека. Это они ему помогают стать таким. И даже в некотором смысле заставляют его быть таким. Ну, с этим сложно поспорить, да. Ну, это тоже одна из… Я не проверял это на себе, но видел на своих друзьях, насколько человек меняется, пребывая месяц или два в путешествии. То есть, отправляясь куда-либо в путешествии, в незнакомую страну для себя, то есть, меняя кардинально свое окружение, свой ритм жизни, образ жизни в принципе, человек, возвращаясь в свое, там, ну, к себе домой, да, в тот круг, в котором он общался, он становится, он находится некоторое время в каком-то таком непонятном ни для себя, ни для окружающих состоянии, потому что вот он в это время, он за этот период уже изменился. И вот то окружение может даже возникнуть, и я наблюдал, как возникает конфликт, да, с его окружением по возвращению. Потому что эти люди остались там с теми же пресуппозициями, с которыми были, да, если вот на том языке говорить, да, а он приехал уже с изменившимися пресуппозициями. Он уже увидел мир другой, мир по-иному, что люди живут иначе, да, и он уже так или иначе примерил это на себя, и в принципе, за это время как-то поменялся. Ну, тут еще речь может идти о негибком, негибком мышлении и эмоциональном состоянии. Потому что одно дело, когда, вот я знаю, альпинисты, достаточно начать подниматься выше двух с половиной, 3000 метров, там, где кислород имеет другую структуру, и там, где дыхание, ну, то есть, грубо говоря, достаточно неделю пожить в условиях высокогорного климата, происходит перерождение легких из сердца. То есть, система очень мощная у человека, его организм перестраивается для того, чтобы лучше существовать в условиях пониженной концентрации кислорода. То есть, реально, происходят физиологические изменения в легких, в сердце, в сосудах, в сосудах головного мозга, и человек приспосабливается. Ну, если он копыты там не отбросил через неделю, то он приспосабливается. Ну, вот, и прекрасно может подниматься вплоть до 8000, там, где люди дышат с аквалангами. Но, это ж маятник, по сути, когда он спускается обратно в город, где дышать ему нужно уже по-прежнему, он этого делать не может. Да, ну, то есть, в хорошем смысле слова, если человек спортивный, молодой, здоровый, у него организм перестраивается обратно. Единственная беда, что полного возврата невозможно. Да, все равно остается сдвиг, сдвиг в ту сторону. И человека начинает, как бы, колбасить. Он думает, что его колбасит эмоционально, а реально эта физиология требует его опять подниматься в высокогорье. Он опять проводит там неделю или больше, и сдвиг происходит опять, уже быстрее. Но обратный сдвиг происходит, опять же, не до нижней точки. Ну, это как винт, который мы туда-сюда закручиваем. Всякий раз он будет расшатываться в одну из сторон. Все. Ну, либо кран, да. Да, кран. Ну, кран мы просто, мы его растачиваем. А здесь другая штука. Здесь возврат на предыдущий уровень невозможен. Он возможен только с физиологическим разрушением. Вот фишка, которую придумали еще и же древние греки. Шаг вперед, два шага назад. Если ты пошел в каком-то направлении и не закрепился или передумал, то тебя вот инерция отбросит назад на два шага. Ты не вернешься на предыдущий уровень. На два уровня ниже. Вот любой спортсмен, любой худеющий, диетолог...